Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас вот мы находимся в теплице, которая у меня для получения раннего урожая. Я хочу ответить на вопрос Генары Толстяковой еще раз про завязываемость плодов. Не завязываются у нее плоды, отпадают завязи, что делать? Мы на эту тему уже говорили, я уже называла несколько причин плохого опыления, завязываемости томатов. Сейчас поговорим еще раз, потому что у меня, вот если честно, тоже в этом году в теплице такая проблема есть. И я сейчас покажу, очень хорошо завязывались те плоды, которые у меня завязались до наступления вот этой аномальной жары. Смотрите, какими связками они прям. Много-много-много. Это вот до наступления жары. Потом, когда наступила жара, и я прошла, посмотрела, тоже есть у меня места. Когда, видите, вот пустой, он отцвел, а завязи нет. И вот таких кистей, вот тоже отцвел, завязи нет. И вот таких кистей, как в то время завязались, когда не было жары, наверху уже нет. Значит, сколько-то кистей я уже потеряла. Вот видите, тоже вот он отцвел, а завязи нет. Я просто не сразу это заметила, потому что, ну я вижу, хорошо наливаются плоды, все. А я не обратила внимания, что на верхних-то завязях у нас, ой, на верхних кистях у нас проблема. Как раз это выпадает на период вот этих аномальной жары, когда здесь было за 40 градусов. И все кисти, которые до этого завязались, они намного выгоднее, отличаются. Они богаче, их много как по количеству, чем те, которые вверху. Ну и вот снова разговор на тему завязываемости. Что делать? Если томат, сейчас поднимусь, если томат отцвел, а на месте цветка не оказалось вот этой маленькой такой помидорки. Ну начинаем все сначала. Если плохо завязывается, значит нам нужно делать принудительное опыление. Принудительное опыление в себя включает комплекс всяких мер. Например, опять я начинаю про это же. Нужно ходить, обязательно вот так вот потряхивать. Если у вас, например, в теплице нет ветра, вот как у нас стояло, ветра не было. Стояла такая, ну как, сильная жара и не было ветра. Вот это вот спокойствие без ветерка, когда ничего не шелохнется, оно очень плохо. Особенно в теплицах из-за этого, конечно, снижается количество завязи. И как еще говорят, что при высокой температуре пыльца становится стерильной. И возможно еще из-за этого, что сильно большая температура. Потряхивание, ладно, потрясли мы, но это не всегда помогает. Кроме потряхивания, конечно, нужны всякие обработки. И не только, как я говорила, обработка бором. Применяйте вот такие вот стимуляторы плодообразования. И бутон, и зависть. Он немного может вам помочь. Это называется искусственное опыление. Как же называется, химическое опыление или какое-то? Ну, короче, здесь профессионально собраны вот эти вот препараты, которые помогут вам опылить, завязать. Тут все инструкция есть. Его надо всего лишь вот одну пачку, по-моему, там на теплицу хватает. Бутон, зависть, еще какие-то. Я ими пользуюсь редко, но мне придется. Я вот тоже завтра или сегодня хочу опрыскать, потому что я увидела, что чем выше, ну, как внизу много, прям обильное такое было плодообразование у меня, а вверху поменьше. Ну, придется применить искусственное опыление. Кроме этого, я называла еще одну причину, когда, может быть, томатом, ну, нет условий опыляться. Когда повышенная влажность, пыльца намокает, слепается, и она не падает. Она же должна вот с этих спыльников упасть на рыльца пестика, а она слепается. Ну, короче, поняли вы. Надо понижать влажность теплиц, надо делать проветривание, надо делать встряхивание кустов. И уже в крайнем, в крайнем случае, если у вас уже вообще нет никакой завязи, люди даже применяют опыление вручную кисточками. Ни разу этим не занималась, но знаю, что некоторые делают. Вот они, наши цветочки. Надо потрогать вот это вот, где пыльца, и потыкать потом в рыльца. Ну, тут какая опасность нас может подстерегать? Они же самоопыляемые, когда она опыляется сама, она сама себя опыляет, и как сохраняется чистота сорта. Если вы будете одной кисточкой опылять один сорт, потом другой, потом третий, получится вот это перекрестное опыление, и у вас может, ну, как получится, сорт... Ну, томаты не повторят качество своих родителей. Так ведь выводят гибриды и всякие новые сорта, вот опыляют несколько сортов. Ну, это кисточкой уже самый последний, самый крайний случай. Сразу я вам уже сказала, что я кисточкой ни разу не опыляла, не знаю, что из этого выходит, какой процент опыления, 100% или тоже. Ну, вот нужно как вам поискать информацию вот про опыление кисточкой, про искусственное, и может быть это будет вашим выходом. Если у вас уже вообще беда, как вы говорите, что такое плачевное состояние, ну, попробуйте сначала обработать завязью, уменьшить влажность в теплице, потряхивать вот эти кусты. Может быть исправить и так своими силами без опыления кисточкой. Все, до свидания. Вот это был вопрос Динари, еще раз про опыление, почему не завязываются плоды. Причин у нас в этом году очень много. Основная причина, вот это если у вас жарко, и если у вас нет ветра, если тихо стоят, они не колыхаясь, то они могут и не опылиться. Если еще вам добавить влажность большую, то тогда вообще они будут отцветать и отпадать. Все, до свидания. Продолжение следует...